Ну, прежде чем начнём, я представлю нашего сегодняшнего лектора, но человек особо не нуждается в представлении. Борис Юрьевич Кагарлицкий, известный российский политолог и социолог, кандидат политических наук, директор сутокопуляризации социальных движений, главный редактор журнала «Равкор», который, я думаю, многие здесь присутствующие читают. Ну, собственно, пожалуйста, Борис Юрьевич. Сергей, во-первых, большое спасибо за то, что вы меня сюда пригласили, что у нас есть возможность здесь поговорить. Во-вторых, я так понимаю, что разговор у нас будет вообще в текущем политическом процессе. Если я правильно понял, так, тема, которая была заявлена, она несколько заявлена широко, мы немножко её заузим. Но давайте по порядку. Начнём с того, что где-то примерно уже в 2009 году вся наша команда, ИКСО, Министерство глобализации социальных движений, с таким странным сокращением ИКСО, почему такое сокращение, я объясню, потому что мы оставили четыре буквы, которые совпадают в русской и в английской аббревиатуре. Соответственно, ИКСО, 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 Министерство глобализации социальных движений, или там какой угодно. Это так. Короче говоря, вся наша команда была, в общем-то, уже совершенно убеждена, что в силу просто экономических причин приходит конец той модели социально-экономического воспроизводства, на которой основывается российская политическая система. Иными словами, модель, которую обычно связывают с именем Путина, это модель, которую, опять же, можно назвать моделью динамического компромисса. При Ельцине стабилизировать российский капитализм не удавалось из-за постоянного, в общем-то, хронического и порой принимающего совершенно драматические формулы дефицит-ресурсов. Казалось бы, богатейшая страна, но она была загнана в такую конъюнктуру, в которой у правящего класса и государства постоянно не хватало денег. Потому что было нормально, учитывая то, что страна занималась разграблением самой себя. То и условия, когда просто правящий класс занимается диким грабежом собственной страны, понятно, что наладить нормальное воспроизводство и нормальное обеспечение ресурсами даже для поддержания той системы, в которой этот правящий класс существует, невозможно. Этот период грабежа, или как его было в псевдо-марксистской лексике, принято называть, первоначальное накопление, закончился. Уже где-то к концу 90-х годов. Кстати говоря, термин первоначальное накопление, который удивительно часто использовали как раз либеральные экономисты тогда, он абсолютно неадекватен. Потому что, да, действительно, Маркс показал, что первоначальное накопление связано с грабежом, но этот грабеж был одновременно способом перераспределения ресурсов от более отсталых форм производства и производства социально-экономической организации к более передовым. То есть, представляете себе, если приезжают, допустим, колонизаторы и отбирают ресурсы у каких-нибудь несчастных индейцев и аборигенов, жалко индейцев и аборигенов, но, тем не менее, потом будет построена английская фабрика всего этого. А теперь представляю себе постсоветский вариант, когда приезжают, ну, не знаю, новые русские, да, или там эффективные менеджеры, уничтожают передовое производство в одной из лидирующих мире и открывают несколько ларьков. То есть, назвать это накоплением капитала в стройном политэкономическом смысле нет никакой возможности, просто язык не поворачивается. То есть, скорее, это был период первоначального грабительского перераспределения, который имел откровенный реакционный характер, даже в рамках капитализма. Это очень важно, потому что в рамках даже капиталистической динамики мы имеем дело с регрессом, а не с прогрессом. Почему это отдельная тема, потому что сейчас некогда разговаривать на эту тему, но содержательно важно, что вот этот период, он закончился, где-то к началу 2000-х годов. Действительно, очень удачно совпала смена президента. Надо отдать должное Борису Николаевичу Ельцину, конечно, политический инстинкт у него был потрясающий. То есть, я всегда говорил, что Ельцин – это потрясающее политическое животное. Political animal, так сказать, в строгом смысле слова, да, потому что, когда говорят, что это политическое животное, то это имеется в виду некоторая метафора, но в Ельцине это не было метафорой. Он действительно действовал по инстинкту, то есть, как действуют животные. У него гениальный, потрясающий политический инстинкт, который, кстати, не ошибался. Потому что, вы видите, вот разум ошибается, рация ошибается, рациональные аргументы, они ошибаются. Инстинкт, как правило, не ошибается, потому что он работает на каких-то рациональных интуитивных механизмах, которые до конца непонятны, но, тем не менее, работает очень жестко. Так вот, это совпадение, оно, повторю, оказалось очень удачным в плане политической символики, а также в плане пропаганды, потому что дальше можно связывать все успехи российской капиталистической стабилизации с именем нового президента. Ну, собственно говоря, с таких же успехов мог бы воцариться другой монарх, какой-нибудь наследственной монархии, да, но так или иначе, получалось, что вот пришел новый президент, и все дела пошли лучше, это очевидно, дела пошли лучше, ну, так, год-два, и все, в общем, все начало справляться. И эта система, еще раз повторяю, была системой динамического компромисса, когда из года в год у российского правящего класса оказалось все больше и больше ресурсов. Причем ресурсов монетизированных, не тех объективных ресурсов, которые они захватили, а именно ресурсов, которые конвертирулись в валюту, в доллары, потом в конвертируемые уже вполне нормальные, превратившиеся в нормальные деньги, уже не деревянные рубли. И таким образом власть могла решить одновременно две проблемы. Одна проблема состояла в том, чтобы удовлетворить все группы интересов внутри своего правящего класса, и тем самым перейти от грабительско-олигархической модели к некому варианту упорядоченного корпоративного капитализма, пусть и с российской спецификой. И, кстати говоря, действительно, даже если мы посмотрим на структуру российских компаний, на структуру управления, власти и так далее, то именно в период начала 2000-х очевидно происходило упорядочение, нормализация, переход к более или менее цивилизованным, в рамках буржуевской системы, методам управления. Это все было очень четко видно. Но здесь то поколение, которое, в общем-то, в меньшей степени достало 90-е, но для более старшего поколения, здесь больших проблем нет, увидеть этот разрыв. Почему, собственно говоря, опять-таки, это способствовало очень сильно уважению к власти, потому что характерная фраза начала 2000-х – это «порядок навели». То тут, то там, куда-то толкаешься, смотришь – о, ничего, начал работать более-менее. «Порядок навели». Это постоянная фраза, которую слышишь то на железной дороге, то на транспорте. В городском, то там еще где-то. Ну, точно так, внутри корпораций, внутри учреждений, что теперь понятно, как это все работает, это более-менее рационально, более-менее подсказуемо. И тем самым произошла рационализация всей системы, которая позволила избежать олигархических войн, потрясавших Россию на протяжении 90-х годов, избежать внутренних конфликтов в правящем классе и сделать, в общем-то, вот это сборище клик и группировок неким подобием именно правящего класса, с каким-то совокупным интересом, с какой-то общей логикой поведения, с какими-то общими правилами поведения. И война под всех, против всех. Гоббсовские, да, когда просто вот каждый только думает, что буррой. Ну, а такое цивилизованное поведение, где, конечно, каждый хочет максимизировать свои выгоды, но, в общем, все понимают, так сказать, более-менее, если не по-джентльменски, то по-приличному себя ведут. Ну, это большое достижение, потому что, если мы посмотрим на Украину, где ресурсов было меньше, поскольку у них оказалось тоже, кстати говоря, неплохое советское наследие, но оно было связано с индустрией, а не с сырьем, и в основном это был металл, то, просто учитывая специфику рынка металла и целый ряд других вещей, но украинская олигархия так и не смогла получить вот этот безбыточный ресурс, который Россия получила благодаря нефти, и в результате украинская олигархия так и не смогла стать нормальным цивилизованным правящим классом. В результате олигархические войны на Украине не прекращались на протяжении всех 2000-х годов. Украина, в том числе, даже идеологически застряла в 90-х. Это очень было видно при перемещении Москвы в Киев, насколько с каждым годом этот разрыв увеличился. При всех, кстати, криках о европейском Киеве и чуть не азиатском, татарском, монгольском, Москве, на самом деле, конечно, огромный разрыв, потому что Киев был, даже с точки зрения бизнеса, гораздо менее европейским продан, чем Москва. Ну, посмотрите, какие компании работали, где, да? Смотрите на экономику этого дела, и видите прекрасно, вот эти здесь, эти здесь, и здесь. А кто приехал в Киев? В лучшем случае, даже если та же самая европейская компания в Киеве сидит, она, представленная, гораздо более низким уровнем менеджерской расходности. Вот, и страна застряла в 90-х, в том числе идеологически, в том числе психологически, с хорошо известными, в общем, трагическими последствиями. А Россия нет, Россия вышла вот на другой уровень. И, повторяю, все равно решилась первая задача – примирение внутри правящей клики или правящих клик. Вторая задача, которая была очень важна для того, чтобы обеспечить, в том числе, и успешное продвижение в решении первой задачи, стояла в том, чтобы, так или иначе, правящий класс примирить с обществом. То есть, правящий класс перестал воевать внутри себя, но он должен был перестать находиться в состоянии открытой войны с обществом. Вот в 90-е годы это было очень очевидно. То есть, правящая лица находится в состоянии, даже не холодной, иногда практически прямой военной в сообществе. Это, кстати говоря, прекратилось очень быстро на символическом уровне, в том числе, благодаря деятельности Примакова на переходном этапе, когда некие элементы социальной политики вернулись, и некоторые уступки были сделаны обществу в плане того, что хотя бы, как минимум, стали снова платить зарплату. Огромная уступка от правящих класс населения. За сделанную работу людям стали платить зарплату. Нет, вам это кажется очевидным? Нет, это не очевидно. Для людей, которые пожили в 90-е годы, это не очевидно, что вам платят заработку, которую вы делаете. Понимаете? Посмотрите на статистику долгов по заработной плате. И на уровень выплаты по этим долгам. То есть, когда зарплата отставала от работы по 8 месяцев, когда люди жили с огородов, когда они ходили на работу для того, чтобы сохранить статус, они для того, чтобы заработать деньги. Это на состоянии фактической войны. Эта война прекратилась уже где-то к концу 90-х, особенно уже начали двух тысяч. Кстати, очень четко видно и по количеству забастовок. Очень любопытные данные, потому что если вы посмотрите на 98-й год, это пик забастовочного движения. Другой вопрос, какова природа этих забастовок, насколько они являются, с точки зрения классического марктизма, именно настоящим пролетарским движением, насколько они больше похожи на бунты, по сути. Тут напомню работы Павла Кудюкина, который, кстати, вот одна из статей есть атмосфорника, если даже не после смерти, где он рассматривает советское предприятие как индустриальную общину, то есть как воспроизводство некоторых крестьянских норм и практик уже внутри индустриального производства. Но так или иначе, мы видим очень большую протестную активность примерно в 98-м году, а в 2000-м уже ничего практически нет. То есть если количество забастовок и протестов измерялось в поздние 90-е трехзначными цифрами в месяц, то количество протестов в начале 2000-х измерялось двузначными цифрами в год. Ну, тут, правда, есть еще и хитрости статистики, не все попадало, но и в 90-е не все попадало, то есть просто резкий спад. Поскольку мы этим занимались тогда вместе с ребятами из АСТИ, Агентства социальной и трудовой информации, то, в общем, мы когда увидели статистику, мы были потрясены. То есть мы видели, что спад идет протестной активности, но чтобы такой, когда просто ничего, да, вот вообще там, ноль активности, это произвело сильное впечатление. То есть вот эти минимальные уступки, они сразу сыграли очень большую роль, потому что государство начало действовать с, опять-таки, минимальным уровнем социальной ответственности, но этот переход был подкреплен ресурсами. Я еще раз подчеркиваю, это все бы не состояло бы или не закрепило бы, если бы не было ресурсов. То есть понятно, что Примаков сделал некоторые жесты в плане экономической политики, то есть перешел к так называемой мягкой денежно-кредитной политике, когда он просто начал почерпать деньги, чтобы закрыть вот эти вот разрывы. Я, опять же, помню вот эти маленькие хрустящие 100-рублевые бумажки, как они всех радовали тогда. Опять же, 100-рублевые бумажки, наверное, не кажутся таким интересным объектом и ценным. А вот, я вас уверяю, в 99-м году, в начале 99-го, в конце 98-го, вот эти вот хрустящие новенькие 100-рублевые, это был символ того, что жизнь, наконец, налаживается. Наконец, вот, появилось что-то, что можно поднять в руках, а за это можно что-то купить. Причем, они печатали деньги просто совершенно свободно, и инфляция не только не росла, она падала. Вопреки всем этим монетаристским теориям о том, что уровень инфляции пропорциональна количеству напечатанных денег, то совершенно эмпирически мы поставили эксперимент, потому что нет ничего подобного, все наоборот, потому что были очень сильно завышены цены, люди просто не могли ничего купить, людей практически не было денег. Когда у людей появились деньги, пусть даже не очень большие, не пошли покупать, соответственно, цены двинулись навстречу спросу. То есть, понимаете, если у вас, допустим, людей способных купить очень мало, вы держите определенную цену, высокую, потому что за эту цену кто-то купит все равно, а больше все равно не купит. Кто купит, тот купит, кто не купит, тот не купит. Все, точка. Когда у вас появляются люди с небольшими деньгами, которые приходят на рынок, то у продавца появляется выбор. Он думает, ага, все-таки можно продать больше, если чуть-чуть снизить цену, потому что спрос платежеспособности появился, он расширился. Поэтому мы видели в 99-м году совершенно уникальный момент, когда государство печатает деньги направо и налево, просто из-под станка выскакивают эти вот хрустящие струблевки. И цены так постепенно, постепенно снижаются. Но в любом случае, повторяю, вся эта история была бы невозможна, если бы не начали подниматься цены на нефть на глобальном рынке. То есть тут сыграло роль несколько факторов. Некогда обо всем этом рассказывать, но снижение естественно обменного курса рубля было одним из важных обстоятельств, то есть это повысило конкурентоспособность отечественной продукции, позволило немножко отвоевать внутренний рынок. Я вам напоследок, чтобы просто вернуть вас в эту страшную эпоху, расскажу один анекдот, не в смысле шутки, анекдот, как исторический анекдот, к которому я имел прямое отношение. Я тогда был консультантом или экспертом, я не помню, как он назывался, комитета по социальной политике и государственной думы, который руководил депутат Сергей Калашников, который потом какое-то время был министром труда. И вот тогда как раз мы столкнулись с удивительным вопросом, дело в том, что Всемирный банк дал Российской Федерации кредит на 500 миллионов долларов на закрытие и ликвидацию угольной промышленности вообще. Или там 80% угольной промышленности должно быть закрыть. Причем все было очень тщательно рассчитано, потому что, смотрите, ребята, ваш уголь не рентабельный, рабочие ваши ленивые, техника отсталая, транспортные коммуникации очень плохие. Короче, для российских нужно рентабельнее покупать уголь в Австралии. Все было тщательно рассчитано, все было абсолютно обосновано, 500 миллионов долларов выделено и на великое счастье нашей страны украдено. просто вот испарились. Я думаю, что люди, которые украли эти деньги, были истинными патриотами России. Они таким способом спасли нашу угольную промышленность от полной гибели. Потому что, естественно, процесс был прекращен, поскольку денег нет. Лившиц, министр финансов, пытался найти, куда делись деньги, но предназначил, что не может найти эти деньги. Они как-то растворились. и тут коллапс, рубль упал. Рубль упал, и вдруг эти же самые шахты, которые были катастрофически нерентабельными при расчете 6 рублей за доллар, вдруг стали чудовищно рентабельны при расчете 12 рублей за доллар. Все понятно. Ну, тем более, в скором времени рубль стал уже 24 за доллар. Ну, и сами себе можете представить, что австралийский уголь, который подавался эти самые доллары, стал абсолютно не конкурентоспособен по сравнению с российским углем. Те же самые шахты, те же рабочие, тоже оборудование, те же ивестные дороги, но совершенно другая команда. Короче говоря, на всем этом возникла путинская стабильность. То есть, у нас есть избыточные, по сути, ресурсы, которые позволяют с одной стороны поддерживать мир внутри правящего класса, с другой стороны, поддерживать некоторый социальный мир в обществе, когда реально растут заработные платы, реально растет жизненный уровень, улучшается социальное самочувствие, растет потребление. По показателям среднедушевого потребления, подчеркиваю, среднедушевого, мы прекрасно понимаем, что это, конечно, средняя температура в больнице и так далее, но тем не менее, это все-таки что-то значит. Судя по всему, Россия вышла к середине двухтысячных на исторический пик. То есть, не только при значительно деградировавшей экономике был восстановлен брежневский уровень, при том, что, повторяю, уровень экономики качественного, значительно более низкого, но он был призывательным. Причем, последним показателем, причем не только вот какие-то такие вещи, мне еще было смешно, когда нам объясняли какие-то наши оппоненты, что ну вот, в советское же время не было мобильных телефонов и персональных компьютеров. Ну, вот сколько было в советское время, сколько, понятно, да? Тут ничего не скажешь. Но, дело в том, что по любым расчетам, или по автомобилям, по метражу, кстати говоря, сколько квадратных метров на душу населения, на душу российского человека, значит, приходится. И по многим другим позициям было видно, что действительно прошел рост благосостояния. Повторяю, среднестатистически, кому-то продолжало быть очень плохо, кто-то не мог выбраться из нищеты, но в целом, опять-таки, доля населения, которая жила в нищете, сокращалась. В общем-то, возникло некое подобие среднего класса. Были очень интересные исследования, которые делали еще в самом конце вельсинского периода социологи, работавшие на уцелевшие тогда текстильные предприятия, чтобы понять, вообще есть ли какой-либо спрос на отечественную текстильную продукцию, будут ли ли вообще покупать отдел. Ну, это получалось, что где-то вот средний класс, как они его определили, причем по потребительской корзине определяли, не по деньгам, а вот сколько люди могут купить лещи конкретных по пакетам, так сказать, корзине, получалось где-то 12%. Ну, сейчас совершенно другие показатели. Опять же, как ни считай, даже в разных вариантах, ну, там, никак не меньше 30%, может быть, даже больше. То есть, рост был очевиден, и это обеспечило вторую сторону стабильности. Значит, это эпоха Путина, это эпоха стабильности. Стабильность, как прибрежье, обеспечена достаточными ресурсами. Ресурсы, которые позволяют ничего не делать, ничего не менять. Не заботиться ни о повышении эффективности, ни о решении инфраструктурных проблем, ни о развитии каких-то перспективных отраслей и так далее. Причем, на самом-то, дельное, на протяжении всего этого периода, это не случайно стало, что благосостояние росло, а качественная экономика продолжала деградировать. Если вы посмотрите список предприятий, закрытых за последние 15-20 лет, то вы видите, что список продолжает расти. Более того, очень большую долю в этом списке составляют предприятия со сложным производством, то есть относительно передовые. То есть, может быть, конечно, они уже к моменту закрытия не были передовыми, то есть, вполне возможно, что их не обновляли, их не реконструировали, и они были передовыми, не знаю, 25-30-40 лет назад, а к тому времени, когда их закрывали, они уже, конечно, по мировому стандарту были наверняка отстанны. Но почему они таковыми стали? В том числе, потому что 20 лет их не обновляли, ничего в них не вкладывали, но в итоге они действительно стали остальным неконкурентоспособными, и, естественно, логично их было закрыто. Но, повторяю, даже если мы берем вопрос о том, передовые они или нет по технологиям, но это были предприятия со сложными производствами, то есть не отвертки, а что-то более сложное. То есть, экономика продолжает качественно деградировать, а в жизни броня растет. Это то противоречие, которое, понятно, что добро не может кончиться. Потому что это значит, что схлопывание показателей жизнью уровня неизбежно на определенном этапе. То есть, если вы постоянно проедаете ресурс, который должен иначе воспроизводиться, то, значит, какое-то время вам начинает критического не хватать. Этот разрыв, он длительное время компенсировался просто за счет внешних рынков, за счет нефти. Ну, не только нефти, там и других товаров, но они играли роль дополнительную. Потому что, конечно, никель, конечно, кстати говоря, удобрения, я продолжал экспортировать, причем на достаточно высоком уровне и продолжать до сих пор, мед немножко, еще что-то по мелочи, но тем не менее, в общем, в основе нефти. И это все замечательно заканчивается после мирового кризиса седьмого года. Причем тут очень важен тезис Колганова, Андрея, экономиста, для его и нашего хорошего товарища. Он говорит, что для поддержания стабильности в подобной модели недостаточно высоких цен на нефть, а необходим постоянный рост цен на нефть. Это очень интересная вещь, я хочу обратить ваше внимание, потому что, если вы подрываете базовые ресурсы, постоянно, то есть вы проедаете исходный ресурс, который вы кормите. То есть для компенсации этого разрыва, который постоянно величит, он может получать каждый раз внешние ресурсы все больше и больше. То есть вы сокращаете внутренний ресурс экономики, но компенсируете это растущим внешним притоком ресурсов. Поэтому России было недостаточно высоких цен на нефть, России были нужны постоянно растущие цены на нефть. Но это как раз по факту имело место на протяжении всей эпохи 2000-х года вплоть до 2008-го. Дальше мы видим резкий уже упадок, резкое падение цен на нефть. Но, опять же, очень интересно, это одномоментный интересная оговорка. Одномоментный такой вот скачок, упадок, а после чего отскок. То есть цены падают до критического уровня 30 долларов за баррель, потом довольно быстро отскакивают наверх, стабилизируются около стата с чем-то. Дальше становится совершенно понятно, что несмотря на стабилизацию уничтоженных цен, во-первых, общая тенденция падения все равно возобновится рано или поздно, во-вторых, это уже недостаточно по-любому для поддержания стабилисти. И вот примерно в 2009 году мы делаем первый вывод, что основные условия для поддержания вот этой модели они исчерпываются. Дальше стоит другой вопрос. Как быстро все это перейдет в политику? Как быстро все это выразится в какие-то уже борениях политических? Ну, я честно скажу, мы же дальше это произойдем быстрее. Потому что те события, которые, скажем, у нас стали разворачиваться в 2011-2012 году, мы, честно говоря, думали, что что-нибудь подобное может случиться уже в году в 2010. То есть, это вообще известная проблема всех марксистских аналитиков. Они очень часто тренды правильно предсказывают, а вот с динамикой, особенно с быстротой развития событий ошибаются. Кто в ту, кто в другую сторону. Ну, черт возьми, люди живые, одно дело статистический тренд рассчитывать, да? А живые люди все-таки скользают, сволочь, что-то прогнозировали. Что-то не так делают. Ну, просто обидно, да? С точки зрения прогнозировали очень обидно, но приходится смириться. В общем, короче говоря, мы явно немножко опережали реальную динамику в своих прогнозах, но тем не менее, динамику, судя по всему, предсказали правильно. То есть, события в общем развивались в той траектории, которую мы предсказывали, но несколько позднее. Дальше, после 2012 года власти политическими мерами удалось ситуацию стабилизировать. Почему? Тут несколько вещей сложилось. Во-первых, базовый ресурс для поддержания стабильности, конечно, исчерпан на уровне глобальной экономики, но определенный ресурс накоплен просто как жировой запасный и у населения, и у тех же олигархов, и у корпораций и так далее. То есть, классический пример, моя знакомая одна теряет работу в восьмом году или в конце, да, в конце восьмом года, где-то, осенью. Что она делает? Геет, и дыхать, и геет. Значит, ресурсы есть? То есть, да, вы накопили какие-то средства, вы начинаете проедать. То есть, первый момент, что, конечно, удар был, но все-таки так или иначе этот удар удалось отчасти компенсировать за счет накопленных уже внутри общества, внутри домохозяйств, внутри компаний, в государственном бюджете это данные ресурсы. То есть, внешний приток ресурсов сократился, но можно проедать, так сказать, жирок. Это первое. Второй момент, определенная стабилизация мирового рынка, которая произошла именно в это время. Опять же, Василий Калташов, другой наш экономист замечательно сказал, что, можно перефразировать формулу, если не ошибаюсь, Александра Третьего, поправьте меня, если я ошибаюсь, о том, что Россия есть только два союзника, ее армия, ее военно-морской флот. По этому поводу Калташов сказал, что в Российской Федерации есть только два союзника, а именно Федеральная Резервная Система США и Китайское Политбюро. Почему? Потому что, опять же, спасая мировой рынок, Федеральная Резервная Система начала печатать доллары, а Китайское Политбюро начало строить какие-то бессмысленные города, ведущие никуда железные и шоссейные дороги, чтобы, опять-таки, поддержать спрос, поддержать производство, как китайское, так и мировое. Знаете, замечательные китайские псевдокорода, это отдельная совершенно прелестная история, потому что, когда, кстати, говорят сейчас наши экономисты, такие китаофилы, говорят, что Китай там строит за один день больше дорог, чем мы, не знаю, за полгода. Это чистая правда. А я спрашиваю, а куда идут эти дороги? И кто по ним и что по ним ездит? И что по ним возит? А ничего. Ну, это вот то, что потом в 10-м году стало просто притчево языц, это пустые города, куда ведут дороги, там ездят поезда, людей нет. Ну, кроме только тех, которые сидят в поездах. Потому что этих городов нечем делать, производства нет, экономики нет. Но города построены. Просто реплику, у них же госпрограмма до 22-го года переселить больше 200 миллионов жителей и сельской местности в города, частично эти города, которые построят ближайшую пятилетку, будут заполнены теми сельскими жителями, которые переезжают в теории данных ставит другая проблема, что они так будут делать. Нет, они, конечно, их рано или поздно заселят, понимаете? Если вы построили город, в котором, в принципе, можно жить, то рано или поздно прям кто-то будет жить, если он не разрушится до этого. Поскольку они его поддерживают в живом состоянии, то, скорее всего, они будут заселены. Но это абсолютно искусственная была вещь, но в данном случае мне не важно, что там у китайцев, да? Это отдельная интересная тема, но главное, что для России это был тот момент спасительный, потому что спрос на нефть удивительно поднялся, ну и вообще спрос на сырье и приток ресурсов разновился, хотя не в том масштабе, как раньше. И это был второй фактор стабилизации, то есть ФРС начал печатать доллар, а китайцы начали создавать спрос. Спасибо, значит, ФРС и Китайскому политбюро. Но тоже до определенных пределов, потому что где-то примерно как раз к 16-му году китайская похоже уже политика начала буксовать, а в это же самое время ФРС заметила, что политика печатания долларов не дает ожидаемого эффекта. То есть это как с более утоляющим, чем больше вкалывать, тем больше у вас проблем. То есть даже вкалывать все больше и больше. То есть эффективность каждого доллара условно говоря напечатанного ФРС года от года снижилась. То есть краник надо прикрутить для того, чтобы снова повысить эффективность финансовых инъекций. Так что вот это все было более-менее исчерпано. Зато на наше великое счастье у нас появился психологический стабилизатор в лице украинской катастрофы. потому что действительно вот опять-таки наши расчеты показывали, что примерно к 2014 году должно начаться опять ухудшение ситуации. То есть ресурс стабилизации в основном на объективно экономическом уровне и исчерпывался где-то к весне 2014 года. Да, все правда. Тут мы не ошиблись. Но обвалилась Украина. Поскольку Украина, как я уже сказал, была в плане вот этих кризисных явлений глубоко в авангарде, то произошел просто стремительно обвал. Кстати, говорят, почему-то упорно никто не хочет видеть, что Майдан это результат абсолютно катастрофической экономической ситуации, которая сложилась в Украине. Причем прежде всего в системе финансов. Причем тоже не понимают очень часто, что там был постколлапс государственных финансов. Причем он был уже осенью 2013-го. И возникла парадоксальная психологическая ситуация, что коллапс в соседней экономике, который в значительной мере похож на наш, он оттовременно казался стабилизатором со всеми политическими психологическими последствиями для российской политики. То есть еще вдвойне. С одной стороны посмотрели на Украину и подумали «Боже мой, все-таки не хочется, чтобы было за все так все плохо». То есть на уровне убывательского сознания возникли тормоз, что смотрите на них какой кошмар. А с другой стороны Крым, патриотизм и так далее. Опять-таки Донецк, Луганск тоже патриотизм. Опять-таки прошу меня понять правильно, я это на случай говорю не с точки зрения «хорошо или плохо», потому что спросить любого сейчас, ну или не любого, но там три четверти крымчан, они вам с радостью скажут, что великое счастье, что их забрала Россия. Когда вы спросите «хорошо или нет, Россия», они скажут «нет, плохо». Когда вы спросите «а почему это так, что вам так плохо здесь, и при этом вы довольны». Они скажут «потому что мы не в Украине, потому что там еще хуже». Нет, потому что я вам говорю в данном случае конкретные вещи, это неоднократно поедем к исследованию и опросу, которые все сходятся на одно и то же. Крымчане крайне недовольны актуальной ситуацией и крайне счастливы, что мне не оказались в еще кучей ситуации, которая к себе ворот перекопа сложилась. Поэтому вполне понятно, что эта стабилизация имела некоторые реальные основания. У нас была причина, считать, что у нас лучше, чем у соседей. И вот сочетание этих факторов, возможно, с некоторыми еще экономическими обстоятельствами, в которых сейчас даже некогда задаваться, позволило затянуть процесс примерно до текущего времени. То есть у Троцкого, кстати говоря, после 905-го года было понятие отложенной революции. То есть что вот как бы революция неизбежна, она должна случиться, но вот она как-то отложена, она придет позже. Ну, собственно, он оказался прав, она так и случилась в 1917-м году. В общем-то где-то уже с 1914-го года мы живем в ситуации отложенной, если не революции, то кризисной ситуации политического кризиса. Я думаю, что вот режим отсрочки заканчивается. Скорее всего, он уже закончился. Но тут опять вы меня можете поймать, потому что я уже сказал, одна из проблем прогнозирования на основе марксистской теории это то, что люди очень часто избегают прогноза и по срокам все и по деталям не сходятся. Далее, если вы правильно оценили тренды, вы правильно оценили политэкономическую раскладку, то вы можете оказаться неправы в конкретных историях. Но, тем не менее, позвольте теперь немножко прогнозировать и уже перейти к текущему анализу. Итак, первый тезис стоит в том, что режим отсрочки похоже закончен. Почему я сейчас говорю с некоторой долей уверенности? Не только потому, что был 26 марта со всеми вот этими антикоррупционными выступлениями. На самом деле мы делали довольно большие замеры. Ведутся исследования по динамике социально-трудовых протестов уже с 10-го года. Мы практически непрерывно этим занимаемся месяц за месяцем. И вот в сочетании опять же с исследованием, которое делают другие наши коллеги, показывается, что примерно уже к лету ушедшего 16-го года уровень недовольства в обществе стремительно начал расти. То есть уже июль начинает показать очень резкий рост недовольства при одновременном я бы сказал реструктурировании протеста. То есть протест примерно на том же уровне, но меняется его демография. То есть кто протестует условно говоря в разгар путевской эпохи? Это городские сумасшедшие. И тут надо понимать не то, что только сумасшедшие будут протестовать, как-то раздумает власть. Мне как советское время отправили ему психушку. Почему? У нас такая замечательная страна. Но только псих не может быть доволен в нашей стране. Но собственно говоря кстати вы думаете что карательную психиатрию придумали в СССР? Нет. Карательную психиатрию придумали при Наполеоне и Монапарте во Франции. Потому что у нас такая замечательная империя при Наполеоне мы всех побеждаем а есть какие-то люди которые до сих пор республиканцы и которые до сих пор еще хуже монархистов. Но явно они не в себе они явно ку-ку они не нормально поэтому их надо сажать в психушку их сажали в психушку где они сидели пока один из республиканских генералов не вырвался из психушки в 1912 году и не пошел по Парижу с поддельной прокламацией о том что Наполеон и Монапарте погиб в России и республика восстановлена после чего в течение примерно сколько их по-моему 12 или 15 часов они фактически управляли Париж после этой поддельной документу пока не прошла реальная диспеш от реального Монапарта из которых было видно что он вообще даже жив после чего их арестовали отправили обратно в психушку но это вопрос о сумасшедших все может очень быстро поменяться кто здесь псих а кто нормальный это очень социальный вопрос но так или иначе когда говорю о том что протестовали при Путине по-настоящему только городские сумасшедшие я имею в виду другое имею в виду то что человек оказывается в изоляции он начинал протестовать начинал качать права начинал что-то требовать а его никто не поддерживает он 100% прав 100% справедливо 100% законные требования а его никто не поддерживает все вокруг разбегаются и через какое-то время человек действительно сдвигается то есть у него пунктик появляется он начинает вестись и неадекватно он зацикливается он начинает кричать размахивать руками и подтверждает тезис ну конечно ответил тихо ну неадекват очевидно же ну ладно это уже самый крайний случай но все равно в общем протест был маргинален до недавнего времени ну я сейчас специально заострил да конечно про городских сумасшедших ну разные люди были разные протесты но все равно суммарно он был маргинален вот примерно с середины 16-го года мы видим резкое изменение демографии то есть растет число людей среднего возраста семейных имеющих работу участвующих в протестах это очень серьезный показатель то есть когда я говорю о маргинале это кто это прошу прощения молодежь пенсионер ну с точки зрения так сказать классического социума да то есть есть базовый социум да то есть это работа еще не в средней рот молодежь еще не вошла в систему воспроизводства пенсионер из нее уже вышел причем кстати говоря интересно что вот маркузианское представление о радикальном человеке который свободен и поэтому готов бороться за идеи и так далее в России скорее относится к пенсионеру чем к студентам то есть маркузианский студент это у нас пенсионер я об этом специально доклад делал в Шанинской так вот если взять период где-то с лета видим резкий сдвиг да то есть вот эти две категории никуда не уходят более того они продолжают оставаться на месте но они дополняются растущим числом людей среднего возраста это очень интересно с точки зрения как раз демографии 26 марта почему потому что да вышла молодежь то есть активно протестовали люди и ребята в общем-то очень молодые просто действительно старшеклассники первокурсники и так далее но они вышли при очевидной поддержке старшего поколения то есть это не конфликт поколений вот как в 1968 году мифология в 1968 году это бунт против родителей а в данном случае просто это было видно что старшее поколение суда обреением или по крайней мере с таким сочувствуемым интересом наблюдало за действиями младших ну опять же были разные ситуации конечно смешная история с Романом Шенгаркиным сыном депутата государственной думы Максима Шенгаркина бывшего депутата которого ЛДПР умудрилось сначала взять к себе а потом вытеснить потому что судя по всему жадность Шенгаркина превзошла даже правила ЛДПР ну не знаю может быть я не прав вот но в любом случае уже бывшего депутата и значит Роман Шенгаркин его сын оказался одним из зачистчиков событий 26 марта в Москве и бедному экс-депутату приходилось ходить за своим сыном в отделение вытаскивать его трясти всеми-всеми легальными доказывать что в моем семействе не может быть врагов власти значит он его вытаскивал и пожалуй и буквально через день или два Роман Шенгаркин попадался уже на какой-то новой активности то есть он прославился сидя на фонаре на Пушинской площади человек сразу же почувствовал что теперь момент славы так вот это крайний случай но в целом в общем-то я говорю у меня нет детальных замеров но тенденция такая что молодежь оказалась не в противоречии с предыдущим поколением а скорее в Вангарте это очень важная тенденция и вот еще раз говорю мы наблюдали это уже с лета и думали что власти попытаются поскольку они это знают ничуть не хуже нас пытаются управлять процессом скажем политизировав выборы в Государственную Думу то есть опять же не представьте себе что в Государственную Думу да все те же партии избираются но хотя бы дискуссию то можно оживить но хоть о чем-то поговорить содержателем давайте попробуем какие-то темы поднять более-менее живые то есть хотя бы между этими партиями сделайте некоторые то есть реальные соревнования же было это объявление от администрации что надо же быть колл конкурентность открытость легитимность но на коло никого не посадили ничего не вышло все уперутся в старую схему то есть момент управляемости был потерян то есть мне кажется в сентябре 16-го года был может быть не последний но один из важных моментов когда власть теоретически могла взять процесс под контроль и управлять я не утверждаю что таких моментов больше не будет но один из них был упущен может быть кстати говоря все-таки необратим но это уже знать не могу дальше дальше этот процесс политизации подхватывает налажен причем причем уж не маяна одно очень важное обстоятельство то что мы зафиксировали как рост недовольства при этом не было сфокусировано то есть недовольство выражается как на оценках отношений и так далее но кто виноват против кого будем бороться кто является объектом неприязни претензий ненависти и так далее не было определено фокусировки не было и вот тут надо отдать должное Навальным он выскакивает с Дмитрием Анатольевичем Медведевым как главным врагом главным коррупционером главным злом с которым надо бороться причем цель выбрана просто наоборот блистательно сам ли это Навальный делал или ему сказали но это великолепно выбранная цель потому что Путин пока все еще обладает некоторым если не иммунитетом то квази-иммунитетом Медведев не обладает то есть против него может сфокусировать неприязнь общественную не выступая сразу же в роли врага государства одно дело против президента который наше все и так далее другое дело правительство их вообще можно менять президентов нельзя менять они у нас навсегда на всю жизнь на жизнь ближайших поколений на 50-150-200 лет президент это как герб как влаг как география как дождь в Петербурге это нельзя менять это неизбежность а вот премьеров менять можно поэтому естественно премьер это идеальная цель для атаки ну и еще коррупция что такое коррупция это то что позволит нам объединить либералов социалистов монахистов кого угодно кто за коррупцию покажите кроме нескольких плохих людей которых мы назовем по именам сейчас писать можно уточнить ну соответственно я подозреваю что еще через какое-то время можно будет открыть новый бизнес за небольшую мзду за внос в поддержку географического движения кого-то можно вычеркнуть из списка коррупционеров ну у кого-то уже нельзя будет так сказать Усманов все ну а целый ряд олигархов я думаю они еще подумают быть в списке или не в списке если бизнес будет процветать так вот идеальная фокусировка и процесс начинает выходить из-под контроля дальше что будет ну несколько вещей во-первых в Москве умудрили создать дополнительный фокус для недовольства этой истории с пятиэтажками рассказывать не буду потому что все так знают ну просто полтора миллиона человек почувствуют себя под ударом замечу что дело не в деталях просто некогда уже время исходит говорить о том как это все складывается конкретно в нашей великой столице но суть в том что главная причина не в том что конкретно будет с пятиэтажками а в том как к этому относятся люди потому что они просто не доверяют власти то есть поскольку власть обманывает всегда по большому счету не так важно что Собянин сказал важно то что Собянин все равно не верит чем больше он говорит тем меньше он верит поскольку они еще все время путаются в показаниях и меняют версии буквально каждые 2-3 дня то уже недоверие только растет то есть даже когда они начинают идти на уступки начинают корректировать свои версии свои обещания исходя из того что хочет вроде бы народ то они этим зачастую достигают обратного эффекта то есть достигают эффекта растущего недоверия ну как же так сегодня сказали одно завтра другое пусть завтра наверное скажет это есть поэтому даже попытки расколоть движения которые сейчас предпринимаются ну вроде отчасти не совсем безуспешные они не дадут того эффекта который ожидался причем заметим что сначала они думали что вообще народ будет в восторге от вот этих вот всех историй а казалось что наоборот а теперь в общем каждое новое действие вызывает только растущее недовольство то есть мы вошли уже в цикл неуправляемого все-таки политического кризиса то есть дальше каждое следующее событие подогревает кризис усиливает динамику сценарные перспективы довольно ясные то есть политический класс будет все-таки все-таки все более открыто возлагаться более открыто вступать в противоречие друг к другу то есть раскалываться на группировке пока это не столь очевидно я думаю что может быть даже уже косинес начнет становиться более явным ну увидим Навальный пока оказался в идеальной ситуации такого вот керенского 21 века потому что он оказался единственным лидером конкуренции убрана он очевидно выигрывает этот раунд потому что никто из тех кто является просто прямо агентом власти не захочет даже критикуя его прямо выступать против растущего движения ну даже сколько угодно критикую сколько угодно высказывать идеологически против но выходить и говорить людям допустим не ходите на площадь Пушкина или там где там какой-то у вас в Питере не выходите не уходите там занятия ради демонстрации ну что называется язык не поворачивается сложившейся обстоятельства даже при том что прекрасно понимает что все это очень демагогично но это выражает некое легитимное недовольство обществу поэтому на данном этапе он будет выигрывать будет выигрывать раунд за раундом раунд за раундом вопрос как долго это продлится дальше понятно что он выигрывает в перспективе шанс на выдержание на президентских выборок потому что если реально собирается миллион подписей то остановить на этом пути практически невозможно потому что дальше хоть вилка либо вы его все-таки допускаете ну и тогда инерция уже первой победы то есть он пробил вот этот вот запрет то есть вроде как вы сказали что раз он судим то не будет полотенца его все-таки допустили значит он победил либо несмотря на миллион подписей вы его не допускаете но в этом случае у него уже миллион реальных людей которые подписались и которых реально можно вывести на улицу причем в очень удобное время то есть это в общем даже не Майдан потому что Майдан делался 50-60 тысяч человек а это миллион причем реально опять-таки ну возможно есть какие-то контрмеры которые власть может придумать но на данный момент я не вижу вариантов причем что очень важно на этот раз процесс идет не из Москвы а с Дальнего Востока по всей стране на Москву в этой ситуации подобное движение будет нарастать будет достигать успеха вплоть до того что самый оптимальный для всей этой компании сценарий а если Путин просто в последний момент заменит себя на очередного наследника или на очередного местоблюстителя что пока рассматривается как маргинальный вариант но не исключено полностью то есть ну как мы сейчас условно 10% за этот сценарий 90% за другой сценарий но ситуация может поменяться в любом случае та легитимность власти которая есть утрачивается очень быстро но вот тут главная проблема Навального и всей компании это в общем-то все-таки на самом-то деле те же либералы только немножечко сдрапированные если вы почитаете программу Навального то она в общем вполне такая антиоксальная либеральная программа не исключено кстати говоря что есть еще один комментированный вариант когда где-нибудь под выборы нас осчастливят скажем премьер-министом Кудрином или еще чем-то в этом духе когда власти решит что таким способом можно разрешить проблемы то есть либеральное правительство Медведево сменяет на либералы правительства которые будут править ровно ту же самую политику но в итоге это очень похоже на историю современных правительств когда вы меняете власть а политика не меняется а при этом эмоциональное состояние общества дикально другое и поэтому вот этот набор эмоциональный обворачивается все более радикальными требованиями которые власть не способна выполнить. Кроме того, опять же, движение Навального как движение чисто протестное, оно может работать только до тех пор, пока эти люди не пришли к реальной власти, как где-то. Как только они пришли к реальной власти, начинают принимать какие-то решения, и тут дело даже не в том, плохие это решение или хорошие. Я думаю, что они будут очень плохие, но дело даже не в этом, потому что любое практическое решение раскалывает этот блок объединяющих всех. То есть, одно дело вообще против коррупции, а другое дело, какую вы будете провести финансовую политику, какую вы будете провести жилищную политику, дорожную политику и так далее. То есть, она будет довольна и недовольна. То есть, спектр сужается. Перспективы для левых. На мой взгляд, несколько моментов. Сейчас я буду уже завершать перед вопросом. Ну, полчаса примерно на вопрос. Можно чуть меньше. Да, хорошо. Значит, завершаю таким образом, что этот раунд достается однозначно за Навальным и компанией, но их успех, в любом случае, открывает новую голову в политическом и социальном истории стран. Левым ни в коем случае нельзя становиться просто хвостом Навального или какого-то другого подобного движения. Нужно организовываться самостоятельно и создавать плацдарм, с которым можно потом действовать на следующем этапе политической борьбы. Они не могут выиграть этот раунд, они не должны пытаться даже его выиграть, но точно даже они должны думать, что просто как вот Левый фронт в 11-19 году пытался в хвосте либерального поезда куда-то там приехать, что они так смогут приехать. Нет, даже создавать собственную плацдарм. Плацдармы потенциально в расчете на то, чтобы в том числе тянуть к себе часть протестного движения на следующем этапе, когда начнется неизбежная дифференциация и неизбежное слоение. Ну и готовиться к следующему этапу, который так или иначе неизбежно наступит. Ну а если он все-таки не наступит, ну значит тогда все плохо, тогда опять же без разницы. Поэтому я думаю, что где-то, например, начиная с осени нужно думать о какой-то реконсолидации Левого движения и о том, что все-таки начать думать и действовать политически. Потому что все, что до сих пор мы делаем, это не политика. Далее, когда люди делают вид, что занимаются политикой, на самом деле они занимаются идеологическими упражнениями, какими-то ролевыми играми. Вот многим другим то, что замещает политику. На самом деле это не политика, но политические выборы, политические действия начнутся. Я думаю, что начнутся очень быстро, но это где-то уже, может быть, осень нынешнего года, может быть, чуть позже, может быть, даже и раньше, может быть, уже в ближайшие пару месяцев. Вот, собственно, то, что хотел рассказать. Ну а теперь, ребята, пожалуйста, вопросы. Можно прямо сейчас вопрос? Как раз ты еще сказал. У меня вот такой вопрос возник по поводу политических игр и реальной политики. Я так понял, ну, как бы... Точнее, я не понял из этого, чем отличается реальная политика от политических игр. У меня такое ощущение, что разница только в масштабе, когда один активист делает вид, что он пропагандирует массы, массы его не слушает и он как бы в одиночестве занимается, то это, типа, что ролевая игра. А когда перед ним стоит толпа народа, и он как бы ее пропагандирует, что это политика, или в чем разница? Ну, вы отчасти правильно сказали, да, но, понимаете, когда группа из пяти человек воображает в себя авангардной партией, которая привлечет еще 10 человек, и тогда уж точно стоит на авангардной партии, но потом привлечет максимум 100, да? Как и одного транскистского активиста, он спрашивал, как он ввести свою будущее. Он сказал, значит, 20 человек, а через несколько лет нас будет 100. Понимаете? Их таки стало около 100 человек, потом они раскололись на 4 фракции. Вот. И вернулись опять примерно 25 человек в среднем, то есть опять вернулись в исходную точку и можно было продолжать эту точку. Вот. Нет, ну как, выстраивать коалиции, включаться в социальные движения, которые формируются, опять-таки, давать им определенную ориентацию, работать с их программами и требованиями, да, ввести обучающую работу среди вот этих активистов, постараемся их подтягивать к себе и формировать из них в будущих костях. Как раз вот всякие игры в паростроительство, это именно игры до тех пор, пока нет необходимой массы. То есть как раз сейчас принципиальная задача встает в том, чтобы вот в эту массу войти, с ней работать, и находить просто вот тот уровень активности, который позволяет уже переходить к какой-то организационно-политической деятельности. Но вполне возможно, что даже просто ориентация по отношению к текущим событиям имеет очень большое значение. То есть что я имею в виду? Допустим, когда была в России грузинская война, мне очень понравилось, как реагировали разные группы российских левых. Одни сказали, что это российский империализм против маленькой Грузии. Поэтому, значит, надо поддержать Грузию. Другие сказали, что это американцы, такие империализм через Грузию нападают на несчастную Россию, поэтому надо поддержать Россию. Третий, самый радикальный, скажет, что это грузинский империализм против российского империализма. А нужно, чтобы в России и в Грузии установилась советская власть. Прекрасно. Я не готов утверждать, что отказать эти точки зрения лучше или хуже. Я готов утверждать, что ни одна эти точки зрения не имеют никакого отношения к политической жизни в России и в Грузии. Потому что ни для россиян, ни для грузин, это не имело никакого значения. Что могло иметь какое-то значение, это попытаться, опять же, как-то использовать эту ситуацию, для того, чтобы свое движение, своей организации укрепить, так или иначе. Но организации были столь мизерными, столь слабыми, что даже какая-то более дифференцированная, более умная позиция, она очень незначительно могла повлиять на события. Сейчас ситуация другая. Допустим, если просто мы будем выдвигать какие-то требования, ну, скажем, тот же разговор о смене правительства вести, содержательно, то это уже будет услышано. То есть, обращаю внимание на то, что, ну, я не говорю, что это исключительно наше достижение, но Навальный начинает говорить, что все это дело в коррупции Медведева, в том числе и Иксон, начинает кампанию за то, чтобы конкретизировать, что мы не можем говорить просто о коррупционерах Медведеве, мы должны говорить о смене правительства. Ладно, через какое-то время Навальный тоже начинает говорить о смене правительства. Ну, ребята, а какое правительство вместо этого вы хотите? А с какой программой, простите меня? Мы начинаем говорить об этом. Давайте будем двигать повестку дня. Дальше другой пример, кстати говоря, очень характерный. Навальный говорит об ужасном коррупционере олигархе Усмановой. И дальше, когда ему задают прямой вопрос, господин Навальный, а что вы с ним сделаете? Он говорит, ну, мы заставим его заплатить дополнительный налог. Опа! Прокололся человек. Потому что в этот же момент мы выходим и говорим, нет, господа, если вы против коррупции, то потребуется конфискация. И мы будем говорить, мы будем вокруг этого строить компанию, вести пропаганду. Я не знаю, я позавчера в Гоблин об этом говорил. Я думаю, что Гоблин со своими 100 тысячами человек в аудитории все-таки доведет это до кого-то, до кого-то. Это все-таки кто-то у нас не будет. Вы можете любить или не любить Гоблина? У меня плевать глубоко на это. Я говорю о том, что это увидит, как минимум, до 100 тысяч человек. Любая с ним? У него миллион подписчиков. Ну, подписчиков миллион, но просмотром будет. Я не верю, что все миллион подписчиков будут смотреть со встречи Гоблина с Каберлицкой. Знаете, это будет откровенность. Там миллион подписчиков будет смотреть что-то другое. Ну, хотя бы 100 тысяч из них посмотрим, а 100 тысяч – это уже нормальная аудитория. Так. Нужен ли вообще левомое движение в России или брендинг? И если, мне кажется, что нужен, то какой? Потому что многие люди, они свои подробности формулируют как социальные. Да? Да, и ставят свои социальные права. Но при любом упоминании, особенно среди молодежи, о том, что вот это вот левое, марксистское, советское – все, сразу идет отрицательная реакция, человек изводится на негатив и, в общем-то, пытается от этого максимально абстрагироваться. Хотя, на самом деле, его подзывы как раз-таки будут. Я абсолютно с вами согласен. А, понимаете, почему мы все время должны напирать именно на идеологию? Мы должны напирать на программу, на требования конкретной, консолидирующей людей идеи и потребностей. Ну, не знаю, скажем, Георгий Федоров, мой хороший товарищ, он создал объединение, которое называется гражданской солидарности. Ну, это звучит как-то даже почти либерально. Но содержательно – это вполне такое лево-социал-демократическое объединение. Причем не пытающийся изображать себя партию, что очень важно. То есть не претендующая на роль политической организации, скорее как коллекция социальных движений. На мой взгляд, это очень правильный путь. Я не говорю, что нужно обязательно там, вокруг этого бренда строиться, или чего-то какого-то другого. Но подход, мне кажется, совершенно здравый. И поэтому, я думаю, что на определенном этапе, может быть, очень скоро, нам нужно будет пойти по организационному пути, такому, чтобы провести что-то вроде съезда или конгресса, или встречи социальных движений и левых. Но не как идеологическое мероприятие, а именно чтобы собрать конкретную инициативу, людей конкретно борются за свои права, включить туда те организации и группы активистов, которые тоже в этой борьбе участвуют. То есть некоторые абстрактные поиски в плакате. Это абсолютно бессмысленная вещь. Кто-то там что-то пикетирует, пришло еще три человека, поставили плакат, мы с вами, революционная рабочая, пролетарская, всемирная партия. Молодцы, постояли, ушли. Прекрасно, фотографируются, вывесили в фейсбуке, получили три лайка. Все, не работает. Вы должны хоть что-то сделать полезное для этих людей. Если вы реально смогли, для них что-то сделать полезное, это можно сделать всегда. Нужно думать только. Хотел просто связать их, дать им пару телефонов, чтобы они еще для кого-то звонили, аналогично такой же группы, которая в своем районе работает, с которой у них связи нет, а вы хотя бы как минимум информацию имели. Если вы уже какую-то пользу принесли, уже что-то получилось. Тогда совершенно другое отношение, по-другому работа. Ну, Борис Ильич, анализируя либеральный дискусс, современный, российский, можно заметить, что они постоянно говорят о том, что вся беда России в этих несчастных госмонополиях и так далее. То есть, типа, ребят, откуда у нас будет развитие? У нас есть монополии, нет развития. То есть, вот, и вот, ну, существует такое число программ по приватизации вот этих госмонополий и так далее. Вот говорят, вот, ребят, раздадим мы все вот этим частникам, у нас вот все наладится, мы заживем и так далее. Что, собственно, вот, как можно описать сценарий, вот, типа, вот, раздали все это, осуществили? Нет, ну, на все скажешь, я думаю, они не смогут это осуществить. А если даже смогли бы, вот какой сценарий? Нет, ну, как же, плохой сценарий. Ну, плохой сценарий. Потому что, понимаете, ну, просто у меня нет времени подробно отбираться, но, понимаете, возникновение госмонополий это же тоже не случайно. Раз результат провала первого этапа либеральной реформы. Провала очевидного, когда пришлось наводить порядок, в том числе за счет госкапиталистических мер. И когда они пытаются сейчас остатки госкапитализма добить, ну, опять-таки, они приводят к тому, что просто деградация, организационная деградация российского капитализма пойдет дальше. То есть, он немножко приподнялся на корпоративный уровень, через госкорпорации, как раз, поднялся на корпоративный уровень. То есть, госкорпорации действительно были вполне буржуазным институтом в России. Они были инструментом для нормализации и упорядочения российского капитализма. И они являются абсолютно капиталистическими, абсолютно буржуазными структурами по своей сути. Обратите внимание, это форма акционерного общества. Более того, более исследование, в том числе, Руслан Зарасов показывает, что государство не имеет механизма воздействия на госкорпорации. То есть, они являются вполне себе частными корпорациями, использующими связи с государством для реализации своих корпоративных частных интересов. Поэтому, когда мне говорят, вот сколько процентов государственных акций у «Газпрома»? Ну, там, 60 с чем-то процентов. Я говорю, меня больше интересует, сколько процентов государства у «Газпрома»? Минимум 40 процентов, понимаете, доля «Газпрома» в государстве. Вот о чем речь. Поэтому, кстати говоря, одна из задач, это национализация госкорпорации. Понимаете, казалось бы, да? Это очень важная задача. А почему именно Навальный смог приобрести популярность? Ну, знаете, одна формула, которая... Вот, опять же, моя коллега, она очень любит эту формулу. Из двух хромых ишаков, одним все равно придет первым. Понимаете? Есть некоторые позиции, она равна липорам, что кем-то будет занята. То есть, если есть позиция, там кто-то будет на ней находиться. Ну, Навальный наиболее подходил для этой позиции. Кстати говоря, еще один интересный момент. Он наиболее хотел быть в этой позиции. То есть, человек сознательно шел именно вот сюда. Он хотел быть этим, но стал именавидим. Ну, молодец. Ну, и плюс, я думаю, что на него, конечно, кто-то поставил. Я сейчас к кэспирологии не буду вдаваться. То есть, уточняю. Ведь, вы понимаете, заговоры есть. Но это не значит, что нужно кэспирологические мысли. Потому что там, раз Путина убивали, тоже заговор был. А что, революция – это результат заговоров и убийств Распутина? Нет! Понимаете? Революция совершенно по-другому произошла. Но, я говорю по сути, дело в том, что определенные констатурологические сюжеты есть. Просто они не определяют реальное развитие. Они, так сказать, идут побочно. Поэтому просто неинтересно их литерации. А может быть, даже в ваших комментариях. Я так понимаю, вы считаете, что управляемость политической ситуации потеряна. И каждый следующий шаг ведет к усугублению ситуации. Если мы вспомним 2011-й год, 2012-й и те беспрецедентные для новейшей России протестные акции по поводу выборов в Госдуму. Прошлый созыв. То это, в общем-то, прецедентное событие, которое прошло и ничего не случилось. Мы помним, что реакция властей стала, ну, не то чтобы конструктивная, но некоторый набор мер, которые частью либеральной общественности были восприняты, как определенный либеральный поворот в публичной политике, там, либерализация и регистрация партии, там, и так далее, и так далее. Потом это все было нивелировано, но так или иначе значительная часть либеральной общественности так восприняла. То есть власть, система власти обучаема. Она добилась того, что на выход людей на улицу были произведены какие-то действия. И сейчас мы видим, уровень фальсификации тоже достаточно высокий был, вот в этих выборах Госдумы, но протестов не было ровным счетом никаких. Ну, понятно, измененная повестка, там, и так далее. И вот, собственно, вот сейчас вот люди вышли здесь с Навальным. Кстати, сегодня у нас акция проходит в разных городах, там, как-то надоело или что-то такое? Да, да, да. Но это не Навальнисты, кстати. Навальнисты, не связанные, в общем-то, эти идеологически очень связанные люди. Участие очень маленькое, после вот этих вот 26-го числа, когда вышло достаточно большое количество людей, внутри власти произошли достаточно большие подвижки. Сейчас масштабно изучаются причины участия молодежи, привлекаются различные эксперты, там, так далее, выдвигаются. Там достаточно смешные, но большое количество проектов по нивелированию участия молодого поколения. Ну, кроме этого, уже пошли социальные протесты, вот, Платон, например. Платон прошел в разных регионах, там, на юге со своей спецификой, Дагестан, там, оружие и все такое. Но итогом этого стало то, что правительство пошло на определенные уступки, пошло на переговоры с условным профсоюзом дальнобойщиков. Некоторые уступки они сделали достаточно серьезные с точки зрения профессионального их сообщества. То есть мы видим, что, на самом деле, вот та другая сторона условная, которую вы воспринимаете как другая сторона, то есть власть, она не является там бессознательной некой неструктурированной неразумной массой. Она разумна, у нее есть цели, она учится, она делает свои шаги для того, чтобы достигнуть, собственно, то, что ей нужно. И, в принципе, принимает определенные эффективные усилия, которые приводят к результатам нивелирования протеста социального. Мы сейчас это, на самом деле, видим. И ресурсы у нее достаточно большие. Вот вы сказали, что то, что Навальный один, это дает ему определенные преимущества, это так. Но, с другой стороны, это экономизирует всю, так сказать, ментальную энергию оппозиции именно на нем. Соответственно, с ним можно все, что угодно делать. Все смотрят и болеют, как на футбольном матче, зарегистрируют его или не зарегистрируют. И вот в этом состоит реальная повестка значительной части либеральной оппозиции, зарегистрировать Навального или нет. Хорошо, даже если зарегистрируют, все остальные маргинализированы. Все остальные, там, даже либеральные оппозиции, там, Касьянов, просто воспринимаются как клоунами. Навальный один, он на вершине пьедестала, но у него катастрофически низкая социальная база, электоральная. Потому что по телевизору, ну, его имя табу, не называется, там, просто как ландеморд. Когда будут называть, если будут называть, его будут называть как? Либерал, националист, уголовник, вор и агент госдепа. Этот человек просто воплощение зла на земле. О нем широкие массы еще не знают, а когда узнают, узнают, что он вот это вот. Поэтому этот человек манипулируем в очень широких пределах существующей власти. Ну, собственно, вот у меня получился не вопрос, а выступление. Не считаете ли вы, что у власти, на самом деле, еще очень-очень большие ресурсы управления и контроля над ситуацией? Потому что терминальная цель – это выборы президента в следующем году. Даже можно пожертвовать премьерам действительно... Ну, терминальная цель – это не выборы президента, терминальная цель – сохранение статус-кво, которое неосуществимо объективно, понимаете? Ну, все равно то, что вы говорите, что, ну, как, вот мы там, не знаю, мебель передвигаем, да, а у нас наводнение началось, понимаете? То есть, вот там сопоставимы такие вещи. Значит, по поводу экспертов. Ну, понимаете, наш институт в том числе, я сейчас, наверное, может кого-то обрадую, кого-то испугаю, но в том числе, скажем, ИСЭПИ с вполне официальным, значит, экспертным центром, работавшим в правительстве, он сотрудничал, и мы получали от них грант на исследование тех же самых социальных протестов. То есть, когда вы говорите об экспертах, ну, наверное, да, я один из тех экспертов, которых они используют. Так вот, именно в центре позиции, я вам скажу, ни хрена у них не получится. Потому что я вижу абсолютную неспособность власти использовать даже тот материал, который они получают. Я зачастую вижу, как они реагируют. Они реагируют правильно, но с отставанием от процесса. То есть, я действительно обучаю, вы абсолютно правы. Но эта обучаемость сейчас играет против них. Знаете, тут есть одно иное. Когда у вас фора, или когда у вас равные шансы, да, то вы должны принимать решение в определенном ритме, и у вас все нормально. Но если фора у другой стороны, а это фора не Навального, там, или Кагарлицкого, или еще кого-то, это фора реальности против вас, да, то есть, вы находите противоречие с реальным процессом, то для того, чтобы компенсировать вот этот разы, вам нужно принимать решение в темпе в разы более быстро, чем то, как вы умеете. При этом аппарат не может этого сделать в силу просто своей структуры. И поэтому, очень важно, появляется два эффекта. Первое. Количество ошибок стремительно растет, ну, как и стоя с пятиэтажными. Это классическая ошибка, связанная с быстротой принятой решения. Ну, просто быстро принимать решение, чаще ошибаетесь. Ну, статистика. И второе. Когда решение вы принимаете с запозданием по процессу, то они начнут работать против вас, даже если бы решения были по факту правильными, в тот момент, когда вопрос был поставлен. То есть, условно говоря, вот то, что вы должны... Вот ситуация сложилась сегодня, и вы должны решение притонять за пять минут. Если вы это решение, которое вы сейчас правильное, но приняли через час, а ситуация уже изменилась, то оно уже стало неправильным. Понимаете? То есть, процесс принятия решений отстает, и это отставание будет нарастать. Кстати, вы это слышно видели. То, что они обучаемы, да, это абсолютно правда, и это еще одна их проблема. Вот вы удивитесь, но это их проблема. То есть, рациональность в этой ситуации приводит к расколу. Это вообще четко наблюдается. То есть, поскольку действительно люди делают выводы, делают разные выводы из ситуации, и это приводит к нарастанию конфликта внутри. Ну, а уж другое, там, как работает экспертная система, я могу сказать, что, например, при смене администрации президента в переходе от Володины Кириенко на, сколько уже, практически 8 месяцев, прекращена, подчеркиваю, прекращена экспертная работа администрации президента полностью. Потому что все структуры, которые работали на Володина, отстранены от экспертной работы, потому что команда Кириенко им не жверяет, а сформировать собственную экспертную структуру команда Кириенко не может, потому что это блокирует бюджет Володина в администрации. Поэтому сейчас подоходится к ситуации уникальной, потому что это, конечно, не 1917 год, но эта ситуация способна для России уникальна, когда вы имеете людей, которые, может быть, даже технически компетентны, но не способны овладеть ситуацией. И это очень интересно, потому что дальше это будет разбираться. Но еще раз скажу про эти, вы абсолютно правы, когда вы решите контроль, который никогда не будет упущен полностью до самого последнего момента. Но против всего начала, я сказал, на мой взгляд, один из принципиальных моментов был упущен уже осенью, потому что тогда они могли упустить процесс по каналам, которые сами уже создали. И там мы сейчас бы имели не уличные соответствия, а мы имели бы увлекательные дебаты в Госдуме. Понимаете? А вам не кажется, что большая часть населения по старосоветской традиции воспринимает публичную политику все-таки как сферу во многом имитационной, нереального управления? Совершеннену права. Поэтому нет смысла никакого переводить обсуждение реальных вопросов в публичную политику. Они так думали, и они глубоко ошиблись. Понимаете? Я вам скажу, сейчас только что приехал из Воронежа, и мне там показали данные, которые собирали местные социологи. Значит, ну, правда, сегодня молодежь, но тоже очень интересно. Там порядка, по-моему, 37% за Путина среди студентов, 8% за Нарвального. Это очень в основном. Супостовемо, да? Уже супостовемо. У нас студенты местных будут. Остальные, ну, там еще один-два процента, полпроцента, там, Зюблиан Шагиновский. Ну, это полпроцента исчезающей малой величины. Вообще их нету, да? А все остальные не определились. Понимаете, что это значит вообще? А дальше больше. Когда вы говорите, что Навальный будет чертом объявлен, так за черт и проголосует. Это четкий механизм. Понимаете? Вот если он будет объявлен хорошим парнем завтра, то что ему конец? У него никаких шансов. Вот если завтра он будет объявлен черта, то он 100% президент. А как было с Ельцерма, когда у него было с Лениным? Понимаете? Ленина никто не знал, пока его не объявили главным чертом. Понимаете? Его знал там, не знаю, 5000 человек в Петербурге, в Петрограде. Реально. Я не понимаю, что такое Ленин. Ну, там, 20 тысяч человек. Узкий слой политизированной общественности знает этого человека, да? Вот в того момента, когда начинается кампания по дискредитации Владимира Владимировича Ленина и большевиков в июле 17 года, только тогда реально происходит вообще большевизация Совета, который до этого будет совершенно не большевистским. А это еще в стране относительно малого работа. Понимаете, если телевизор каждый день нам будет говорить о страшном Навальном, я вас уверяю, Навальный гарантирован нах президент последующий. Ну, правда, не 4-6 лет, а вроде на следующий 4-6 месяцев. Это другой вопрос. Ну, ладно, друзья, давайте поблагодарим Боиса Миловича, поинтересный детский.